На изучение карты ровно 15 минут. Для участников соревнования по спортивному ориентированию в прибрежной зоне полно заданий. Маршрут проходит по кубинским тропам. Итак, мультигонка стартует. В руках компас, карта и карандаш для заметок. Здесь все на равных, новички и бывалые туристы. Возраст участников от семи и старше. Лесное ориентирование включает в себя четыре специальных этапа. Фигурное вождение байдарки, тир, лабиринт и переправа. На все два с половиной часа. Семья Дереволковых первыми прибежала на стрельбу. Этап прошли без штрафных. Капитан команды Кирилл уверен, победа будет за ними. Тем более и название подобрали под стать месту. Моя команда называется Стрижи в честь истребителей Стрижи. Мимо проплывающий танк участники будто не замечает. Это и понятно, ведь они местные жители. Гул самолетов и танк на воде для них дело обычное. И если обратиться к истории, то и спортивное ориентирование изначально было военным делом. Этот термин использовался у военных скандинавов с 1886 года и обозначал передвижение с помощью карты и компаса по незнакомой местности. В России о нем заговорили лишь с 1934 года. Первые соревнования прошли в Ленинграде только в 59-м. Физкультурно-спортивный центр Кубинка занимается обучением детей спортивному ориентированию более пяти лет. Тренер Михаил Розанов лично разрабатывает маршруты кубинских троп. Цель проста. Погулять, побегать по лесу, вытянуть лишний раз детей из дома и заставить их походить погулять по лесу с картой, подумать между делом. Я считаю, что это вообще дорогого стоит на сегодняшний день. На каждом этапе участников встречает инструктор. Это обязательное правило, ведь главная техника безопасности. Сплав на байдарках – самая ответственная часть соревнований. Сначала инструктаж, жилеты, только потом участников выпускают на воду. Задача у нас здесь ставится не сложная, прежде всего нацелена на приобретение навыков профессиональных, как и по технике безопасности, и управление байдарочной лодкой. Все КП найдены. Следующий этап – переправа. 14 команд сегодня приняли участие в мультигонке. Именно на этом спуске были сложности участников. Наша команда ОТВ решили попробовать сами. Ой, мамочки! Это и правда непросто. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Так! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!